здорово шофера и мы продолжаем играть в омси бас симулятор 2 и в этом видео мы прокатимся по немецкой карте под названием вальдхофен на немецком автобусе сетра 415 м.ф ну как то так у наш автобус выглядит внешне в синем цвете также еще есть белый цвет но вообще любой цвет можете принципе сами нарисовать кто шарит немножко конечно тут скин не особо красивый ножка кривой но издалека в принципе смотрится неплохо согласитесь да принципе неплохо ну сбоку конечно вид гораздо лучше гораздо интереснее гораздо красивее различные у нас наклеечки что у нас здесь можно с колясками с инвалидными колясками с детскими колясками ну в синем с этими как-то она больше понравилось как-то она смотрится что ли покрасивее в белом как-то скучновато но в белом свете у вас будут другие текстуры сидений в салоне сзади выглядит следующим образом наш автобус и функционала никакого с внешки по сути нету поэтому давайте переходить за руль данного автобуса и смотреть что у нас есть внутри так друзья мы в салоне данного автобуса мы за рулем давайте включим чтобы нам видеть сколько нам осталось до старта так сказать достаточно какая то близкая камера такой пов настроен как будто очень близко вот в принципе тут как на mercedes панель приборов вся тут торпеда вся эта прочая борода давайте автобус запустим будем его греть потому что у нас за окном 1 градус я поставил по немецкую погоду не помню правда какого города реальную так что она у нас может еще и измениться сейчас как бы так достаточно пасмурно давайте запустим автобус отлично дизелек у нас за тарахтел заругался давайте сразу же включим печку сразу же ее навалим так что у нас обдув пошел чтобы все-все-все начало греться все пошел воздух все пошло касса заработала но это не только касса кстати кто вот шарит вот в этой всей теме объясните мне расскажите кто нибудь блин напишите наглядно чтобы вот прямо вот вы мне объяснили уже я чё-то вообще в этом плохо понимаю во всем ну вот как бы вот я научился выставлять маршрут ну да на сегодня 593 в конце 2 нолика окей ставим road road у нас получается двоечка и по идее должно сейчас показаться расписание да вот наш мюхлер форст да и по идее по идее но я еще на всякий случай делаю еще одну тему потому что получим это получается м 93 я не знаю почему м индекс идет я должен быть 593 поэтому я еще дополнительно выставляю через alt как бы ввожу и ставлю конечную остановку наша здесь конечная остановка вот она но вам наверное это было не видно потому что шоу-дуплей вряд ли это захватит по идее должно поменяться до 1 593 все правильно возможно что-то я делаю неправильно так что если что не обижайтесь пишите лучше к чё как правильно собственно говоря баба дальше так включим свет сразу пусть у нас горит пять минут до отправления у нас форточка здесь открывается посредством стеклоподъемника то есть кнопочки можем открыть до можем открыть но мы закроем потому что прохладно достаточно уже осень еще уже зима какая-то 8-7 даже у нас зима обогрев идет уже три градуса в принципе в целом здесь как бы что он еще показать бортовой можно выставлять что хочешь тут особо ничего и нету как бы целом приборка красивая все все прикольно суток достаточно прикольно часов нет единственное что мне не понравилось что нету часов и как бы хотя они у нас есть здесь так что принципе нормально пойдет дальше у нас сама касса открывается закрывается да и педали у нас здесь автомат саму судьбой так давайте перейдем в салон автобуса смотрим что у нас есть там еще здесь принципе ничего удивительного как было все душечки такие треугольные какие-то не знаю удобно ли на них вообще сидеть на них точно такие высокие принципе компоновка неплохая у автобуса как-то так здесь по ходу нет форточек потому что у нас здесь наверно система кондиционера стоит но звук дизеля неплохой мы сейчас сам за гост и то есть не получается над движком щас данном случае правда с колясками как здесь удобно вообще людям все но не знаю это не наши проблемы мы сегодня водитель в принципе почему нет поставить там можно куда-то и вот сюда да например да вот он даже сигнал есть то есть вот у нас есть площадочка здесь все хорошо вот даже смотрите табло показывает что там правильно неправильно правда не знаем клеечки всякие имеются но это типа выбить стекло выдавить вытащи шнур выдавить стекло да ну собственно и все больше вам здесь нечего показать что функционала салон практически не несет так давайте снимем ручники подъедем к остановочке надеюсь я правильно все выставил принципе если не попробую по выдавать билеты насколько это получится так у нас так как здесь у нас автомат так правильно правильно подъезжаем до пассажиры будут садиться это хорошо не так много пассажиров но в принципе три часа дня до но как ненормально так вот и пошел дядя притормози тормозим открываем дверцы смотри ему нужен за 260 по-моему вот этот за 260 правильно правильно выдаем ему билетик он забирает а сдачу блин вот это уже конечно трудно сделать но можно не до сдача не до сдачи но он все равно ушел то есть я ему наверное нормально накидал ну да ладно бог с ним просто в этих монетах хрен чего разберешь по сути у меня информатор еще работал но сейчас что-то он перестал работать ой так что это как-то в общем я его включал просто я в этой всей теме очень плохо шарю пока еще но хотя бы что-то уже есть какое-то представление 3 но за подсвечивается сразу во время суток у нас будет подсветка открываешь двери зеркало тут такое массивная прям стоит полукруглая шторки давайте кстати посмотрим ну не нормальный неплохи пойдет пойдет-пойдет микрофон я есть можно базарить с этими чертями вечно ругаться а вот такая штора прямо закрывает полностью давай я чуть-чуть припустим так так сказать для виду зеркало достаточно высоко бы не сказать что это прямо удобно но я играю стрекером мне удобно так посмотреть по сторонам руки у меня свободные всегда в этом плане конечно удобно ну тут напичкан каша всяким всяким функционала тут дофига во всем этом можно разобраться но нам это все по большей части сегодня просто-напросто не нужно здесь можно да там посмотреть информацию как тут я нажимал да вот кому это надо пожалуйста пользуйтесь но мне не на принципе сейчас мы уже будем отправляться я не стал мотать время чё как бы пусть видосик чуть длиннее получится ничего страшного ну ничего страшного удобно кстати что низкопольный автобус у нас подлежит современному современному модельному ряду мультикласс все он нам говорит поехали тип хорош стоять ну и собственно отправляемся три часа дня у нас вставляем руль свет автоматом показ то здесь все практически все автоматика честно говоря не нарулил я особой информации по всему автобусу но на момент 2009 года это был прям крутой такой экземпляр есть конечно и более старые модели для омси также у нас уже было одно видео на сетре можете найти его на канале я оставлю вот он информатор сработал то есть я так понимаю даже он правильно называет остановки моим он правильно назвал остановку хоть я не знаю немецкий язык по произношению по чтению как бы понятно вот есть одно видео которое я оставлю в описании там тоже была сетра более старая модель там был пригородная вариант автобуса как по чистогорскому катались если не забуду я закину и подсказку тоже сверху справа у вас будет насколько я понял карта это вымышленная но сделано достаточно так неплохо но не для слабых пока то есть если вы например возьмете какой-то автобус послабее даже послабее этого который не будет сильно кушать fps и возьмете не этот маршрут а возьмете маршрут какой-то пригородный поищите подсмотрите под себя то вполне можно но здесь никого нету поэтому поехали дальше нет смысла стоять просто так вы можете прокатиться маршрутов здесь не изменяет если мне память 5 штук по моему здесь здесь есть разные линии какие-то под линии в общем это вся такая немецкая тема немножко нам незнакома в наших странах снг такие страны совершенно разные но для разнообразия пойдет разнообразие вот пойдет мне понравилось лично мне понравилось местами конечно есть просадки сильные мы наверно даже встретим сегодня эти просадки fps но да ладно вывезем как-нибудь вывезем по сути сейчас у меня компьютер разгружен работает только омси и запись ну и как бы для час пика тоже принципе автобус пойдет потому что 44 место для сидения и вполне себе вполне себе так давайте притопим до 50 наберем нашей законной скорости здесь ну это такая я мощность конечно дороги не совсем хорошие но ехать можем автобус себя хорошо чувствует на ямах вполне с ними справляется тянет он тоже неплохо все-таки здесь стоит mercedes ский мотор по м 457 hl а мощностью 354 лошадки а вот что по коробке стоит вот тут я вам даже честно не скажу то ли тут будет ставят то ли сюда ставят за тэф и к лайф в общем наверно где-то по-разному все но стандарт выброса все равно египта и у той коробки то есть стандарту европейскому евро 5 мы с вами подходим тормози автобус уже до 9 градусов прогрелся так дядька у нас не садится поэтому поехали так счета я заглушил автобус прикол но ты порепутал педали немножко бывает дешку вместо ручника ткнул кнопку выключения двигателя слишком близко стоят кнопки бывает ничего страшного расписанием и нагоним мы даже его обгоним трафик здесь уже прописанный свой трава есть на карте что меня безусловно радует зиму ставить не стал прямо снег не стал ставить потому что как я понял сейчас в германии снега нету соответствовать реалиям да давайте не будем изгаляться пусть будет такая немецкая зима мы больно быстро разогнались ну да ладно особо каких то запарс установка я не обнаружил то есть язык системы я не менял чтобы эта карта работала а многие карты немногие некоторые карты этого требуют ничего себе какой был пролаг жесткий жесть прогрузкой местности тут у меня стоит на единичку полюбку как там называется правильно ну вы поняли на единичку стоит прогрузка карты здесь у нас тоже садится странно по идее нас тут ведь тоже расписание своего рода есть есть она у нас сверху кому как удобно естественно удобно справа когда здесь все такое задняя дверь что не закрывается все поехали лейсты хоть и штейн рейдинг афельд немножко забираем встречку потому что мы не пролазим здесь будет очень узко сейчас но мы должны протиснуться постараться это сделать немножко будем цеплять встречку и тротуар зеркало подвисает конечно не рассчитано она на трекер но рассчитано чтобы мы стрелочками просто открывали вид нам нужный но это все в угоду оптимизации сделано так ничего страшного нормально мы протиснулись если у нас просто такой заезд в эту местность что перестали пассажиры садиться такое может у меня что-то у меня что-то скинулось да прикинь блин почему-то скинулся маршрут ничего себе походы откунул чё-то в этом приборе как он блин называется так ладно поехали бывает такое поэтому пассажиры то и не садились ну ладно мы опаздываем придется нам как-то нагонять пытаться стараться речушки есть как бы блин очень атмосферная карта достаточно есть многие места и примут видно что постарались объекты своей закинуты так и здесь мы должны выехать налево вот так но я буду брать со встречки чуть-чуть придется так это он еще пропустим дядьку на мазде там нас пропускает час или скоро что здесь мы должны влезть вот так а нормально протиснуть отлично чуть-чуть будем нагонять да конечно когда я тестил маршрут этот автобус у меня таких косяков не было маршрут у меня не сбрасывался тут что-то случилось но навсегда так сожалению ничего не поделаешь что такое что-то автомат перестал вывозить нормально нормально все раздуплилась раздуплились да видите немножко в этот пролагивает да вот это место оно достаточно логучее вот мы у него сейчас заехали сколько там фэпосов показывает интересно пасов ну нет смотри это еще и нормально меня было хуже гораздо так два вот он вот этот а сдачу дадим так так лишние деньги отдал ему вообще через клаву чете на билет держи за 260 так это не то мы билет выпал так тоже за 260 отдаем деньги от просто мелочь валялась все вот он не ругается что лишние деньги но взяли же взяли чё еще так дышечка темнеет темнеет но автобус греется но она и понятная зима поэтому и темнеет так как мне здесь пролезть ребятушки опа-опа-опа протиснулись нормально нормально но здесь уже потихонечку фэпос отпускает как видите да здание объекты такие прямо вот свои что называется за это я люблю немецкие польские карты за то что у них мелочи очень проработан них очень проработаны мелочи всякие нас никто не выходит никто не заходит поэтому поехали дальше у нас направо и немножко как бы то что плохо я вообще не знаю немецкие правила дорожного движения но по сути ты все должно быть плюс минус как у нас правильно же просто есть свои нюансы но есть везде бы я думаю на канале найдутся люди которые не только фанаты каких-то снг карт страны снг да но и также любители каких-то немецких да и польских карт как показывает статистики конечно просмотров не так много на таких подобных видео но тем не менее все равно они есть это не может не радовать ну и спасибо всем вообще кто смотрит поддерживает лайком и сочкой так здесь у нас опять немножко были посадки но ничего ничего это такая игра к сожалению на любом железе она будет лагать так поехали все таки мы немножко опаздываю немножко поздно на из-за отчасти здесь блин не надо париться с информатором не надо отдельно его запускать здесь вот он уже автоматически у меня подключился сам все равно здесь есть просадки потому что ну город сами понимаете ребята объектов очень много плюс свой трафик вы смотрите такие надписи красивые здания кстати очень похоже как у меня в городе есть но это везде так так если у нас выходит блин ящу бордюры цепляю постоянно я у нас длинная остановка у со здоровенная да и мы нагнали расписание но мы все равно будем опаздывать в принципе мы идем в пределах как бы одна две минуты плюс минус это я как бы ничего не значит что мы блин на одну-две минуты опаздываем или на одну-две минуты мы идем вперед это ничего страшного ученик да включена все знаки смотрите какие некрасивые когда не прямо сделано так здесь я могу выехать но и мне придется тут чуть-чуть как бы вот две полосы блин под загородить так этого вафела придется нам объехать а стрелка стрелка видишь стрелка блин а я не заметил вот они какие нюансы всякие стрелка не загорелась он и не поехал все правильно блин а видишь светофор свела стоял у нас так редко бывает просто посмотрите какие тут здания какие тут текстуры это какой-то вокзал да или что это прямо бургер кинг это это понятно бог с ним посмотри какое здание там часы даже есть так отчетом и в гору вообще не вывозим слушай как так я вообще не помню надо ли мне в эту гору ехать нормально вытягиваем вытягиваем с очень много газу дал автомат не успел среагировать нет мы все правильно едем все нормально все стоим курим слева нет светофоров надеюсь нет нету вы забыли посмотреть просто сколько объектов всяких жесть просто удивительно что у нас здесь нагрузка прям вот очень атмосферно прям очень атмосферно нас еще этот информатор он тоже добавляет атмосферы давай 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 заходи поехали в принципе и не узко и не широко нормально обычно все обычно так далее здесь примем левее потому что по ходу нам там налево надо уходить да можем с любой полосы поэтому будем уходить с правой полосы уходим здесь на лево так полечку нормально проходим проходим вот здесь фпс уже получше стал и здесь нам надо залететь прямо в остановку вот так как-то да они не к нам прям вообще что-то стемнело я хотел какой-то поле солнечный день когда поставил эту погоду было солнечно но потом как-то стало резко так погоди налево и потом опять вправо перестроиться да 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 вот уже тут раз и автобусная полоса все продуман суде людей даже наверно да уже свет включать в салоне так зеркало зависла поэтому я не вижу как там у нас салоне вообще пони почему при тестах никогда никакие травмы не вылезая но как ты начинаешь записывать так начинается что-нибудь обязательно начинается где тут здание здорово и вообще на будет по какой-то карте российской поездить наверно карту магаз мы возьмем на следующее видео конечно не будут ничего гарантировать так я знаю как посмотреть но на ключи другой вид да нет в принципе светло нормально да жить можно еще но можно и включить но не будем не будем так центруемся ручник поехали выезжаем мы с этого кармана и здесь блин надо еще смотреть никто ли там не ползет кто ползет теперь можно ехать правую полосу не будем брать потому что нам налево надо будет ехать небольшая пробочка мы попали небольшую пробочку поехали поехали а нет перепутал я чё-то надо было в правую полосу вставать чтобы нам пасть на остановку но мы никому не помешали что-то не знаю это очень это не так это очень что-то это это Продолжение следует... Так, да, мы сможем с любой полосы уехать. Три остановки нам осталось преодолеть. И будет конец нашего маршрута. Да, уже прям смотри, прям уже темно. Давай все-таки, наверное, попробуем на следующей остановке включить свет в салоне. У меня-то, конечно, еще пока что все видно. Так, загорелся? Нет. Ну ладно, некогда. Пока благо все видно, мы будем ехать. Да, заводится здесь на раз-два. Ай-яй-яй, бордюр цепляет. Ай-яй-яй, бордюр цепляет. Ну и, собственно говоря, следующая остановка у нас уже будет конечная. Вон там какой-то Солярис затихомирился. Даже два вон они стоят. Загородили все к чертям. Че, объехать их? 590, еще какой, тоже 590 похоже. Смотри, вот зарази, все загородили нахрен. Ну ладно, мы место себе найдем, мы не гармоха. Где-то вот здесь примерно мы и остановимся. Что ж, друзья, на этом ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, подписываться на инстаграм, вступать в группу вконтакте. И, в общем, все ссылочки вы все найдете в описании. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем счастливо. И пока-да. Субтитры сделал DimaTorzok